Илона Юрьевна, наш друг, наш покупатель и руководитель питомника «Русские деревья», город Санкт-Петербург. Цель визита к нам, Илона Юрьевна, была не только с нами пообщаться, с нами интересно всегда, но одной из целей визита было именно научить своих покупателей обращаться с деревьями, которые имеют ком земли. Показать, какие вещи можно делать, какие вещи нельзя делать. Вот это вот все, первая школка, елки наши. На следующий год это все у нас уедет во вторую школку. Значит, объемы у нас пока были небольшие, ну и грунт тут интересный. Вот мы копали вручную, как бы будем переходить на механизированную выкопку. Вот сейчас объемы у нас будут подрастать, но пока что копаем вручную. Как мы делаем перешколку? Вот мы посадили эти елочки, посадили в контейнере, это 4 года тому назад. В контейнере им было, наверное, года 2-3. И вот они у нас за 4 года, они у нас выросли. Здесь размер метр, метр двадцать пять. На следующий год, на следующий год весной, мы эти елки мы будем выкапывать. Пойдемте, я покажу, как мы пересаживаем для второй школки. Сейчас мы уже часть, которая была у нас постарше, мы ее пересаживаем. Это ель колючая, у нас супер блю сидинг. В этом году у нас план посадки ее во вторую школку, у нас план две с половиной тысячи штук на осень. Я хотел показать, что мы даже при перешколке, для того, чтобы сохранить корневую систему, а у нас грунты структурные, и они вибрационной машиной не получаются. А те машины, которые есть, пока к ним доверия нет, мы пока что копаем вручную, даже наши большие объемы. И то, что мы копаем вручную, вы видите, все кома, на поля сейчас придем, все кома одинаковые, потому что копаем их под шаблон специально сделанный. Диаметр у всех комов одинаковый, высота у всех комов одинаковая, конус, конусность тоже у всех комов абсолютно одинаковая. И одеваем сетку, чтобы эти растения в нормальном виде довести до нашего участка. Мы пробовали копать без сетки, пробовали просто обматывать мешковиной, нам не понравилось. Сейчас я вам покажу результат нашей перешколки, покажу вам процент выпада, который у нас есть, которого, можно сказать, вообще у нас нет, только лишь из-за того, что мы соблюдаем технологию, и мы это все сажаем. Сетку мы не снимаем. Пойдемте, я покажу, как происходит у нас перешколка уже на поле. А вон у Юрина нас пожар в джунгах. Вямскор заряжает нас энергией. И вот у нас трактор с платформой, и дальше тракторист подвозит елки, которые для посадки сейчас будут нужны, подвозит их к месту посадки. Вот, ребята эти елки разружают, ну и дальше уже, собственно говоря, будет сама посадка. Разметку здесь произвели, ямки набурили. Мы бурим ямки ямабуром. Сейчас что ребята делают, это ребята подчищают края ямки. Когда ямабур ходит, то он как бы зализывает, вот здесь хорошо видно, он зализывает это место. И здесь получается, вот как есть плужная подошва от пахоты. То же самое, здесь по границе лунки происходит, грунт уплотняется, переуплотняется. И корню растения после перешколки, ему тяжело преодолеть вот эту плотную почву. Поэтому сейчас ребята, готовые к лунке, они в обязательном порядке подчищают и убирают вот эту плотную почву. Снимайте. Снимаем, снимаем. Значит, смотрите, вот трактор подъехал. Специально мы сделали вот такую тележку для перевозки. Чем удобная тележка? Тем, что она опускается, и ребята с уровня почвы, а не с уровня пуза, они снимают, эти деревья снимают аккуратно. Ком, с комом нужно обращаться, как с хрустальной вазой. То есть ком нельзя бросать, ком нельзя там перекатывать. С комом нужно обращаться очень и очень аккуратно. Ком в сетке, сейчас ребята покажут, как его делать. Ну и прошу обратить внимание, смотрите, видите, это ручная выкопка, кома все абсолютно одинаковые. Как будто это все было сделано машиной выкопкой. Так, ребятки, покажите. Вот, опускай. Вот, видите, опускай, опускай. Вот, тележка опустилась, упала на землю. То есть людям не надо рвать пупы. Не нужно ломать спины свои. Аккуратно это все делается и красиво делается. Здесь вес кома где-то килограмм до 100 килограмм. Ребята взвешивали, вес кома 100 килограмм, когда ком влажный, еще тяжелее. И вот теперь смотрите, видите, три человека спокойно, специальными крючами. Сейчас заверх, заверх, ком, заверх, дерево вообще нельзя брать. Потому что заверх берете, рычаг получается большой, в школе все учились. И у вас дерево может выломать из кома. Поэтому заверх не цепляем, за ствол не цепляем. Переносим только, беремся только за сетку. Поскольку это хвойное растение, задача не залубить корневую шейку. Мерил высоту и дальше делай, показывай. И дальше он определяет, сколько нужно засыпать. Все, по кругу снимают. Прежде чем поставить дерево в яму, он заранее померил высоту. Все, вот. Вы видите, здесь заглубления корневой шейки не будет. Вот брусвер по кругу. Сейчас ребята начинают потихонечку присыпать. Давай, присыпай. Да, сетку и мешковину мы не снимаем. Кроме всего прочего. Значит, еще немножко в сторону отойду. Вы видите, у каждого дерева есть метки. Здесь метка белая. Это определенная высота. Метка красная белая. Это еще одна высота. Назад поверитесь, видите, там метки красные. То есть, деревья сейчас здесь высаживают по росту. Специально их отсортировали. И по росту сейчас все эти деревья высаживают. Кроме этих вещей, видите, еще у нас есть такая вот бирочка. На каждом дереве. Вот. Видите, бирочка на каждом дереве. На бирочке написана фамилия нашего сотрудника, который это дерево выкапывал. Для чего? Это система многоуровневого контроля. Самое основное его назначение, это людей дисциплинируют. Не столько, чтобы выявить, кто это сделал, еще там что-то сделал. То есть, людей дисциплинируют. Где-то кто-то решил поторопиться. Где-то кто-то решил отойти от стандарта. Значит, для того, чтобы проконтролировать эти стандарты, есть у нас Евгений. Жень, покажись. Вот Евгений, наш сотрудник. Евгений у нас учится, за счет предприятия учится у нас в сельскохозяйственном университете. Работает у нас давно. И Евгений у нас старшей бригады на посадке. Значит, Евгений контролирует процесс посадки. Евгений контролирует, контролировал выкопку в полях. И если там что-то не соответствовало нашим стандартам, значит, эти деревья, которые не соответствуют, то есть, ком где-то порушился, где-то еще там что-то такое. Евгений это все отслеживает. И эти деревья у нас не сажаются. Эти деревья у нас идут в утиль. Обращаю внимание, сетку и мешковину мы не снимаем. Вообще, и сетка, и мешковина у нас здесь остается. Пройдет, сейчас пройдет 5 лет. Через 5 лет это дерево будет выкопано у нас. Оно будет копаться через 5 лет. Ком у него будет минимальный 90 сантиметров. Сейчас у этого дерева ком 50-60 сантиметров, в зависимости от высоты дерева. Значит, за эти годы сетка перегниет. Корням растения эта сетка мешать не может никоим образом. Но давайте покажу, почему. Поближе подойдем. Вы видите ячейку этой сетки. Вы видите ячейку этой сетки. Значит, сюда, сквозь эту ячейку пройдет любой корень растения. Здесь не будет никакого ни оборота, ни заворота корня, потому что это не контейнер. Это не сумка. Здесь это все будет проходить. Вот эта вот мешковина, она перегниет, через 2-3 месяца в земле ее уже не останется. Она не будет препятствовать никоим образом росту корня. Для всех, рассказываю, есть правило 7,5 сантиметров. 7,5-10 сантиметров. Значит, в чем она заключается? Вот корень начинает расти не из места, вот где его обрезали, а корень начинает расти за 7,5-10 сантиметров от места обреза. То есть корень, пучки корней мелких, они будут образовываться вот здесь вот изначально. И они будут расти там не за месяц, не за два они вырастут, не за три месяца они вырастут. Вот, поэтому к тому времени эта сетка перегниет, и сетка не будет препятствовать росту корней. Итак, мы ком пролили, мы ком прикопали на 2-3, пролили его, и сейчас сверху, вот мы присыпали место полива землей, мы сейчас на сетке перекусываем толстую проволоку, которая утягивает эту сетку, верхнюю сетку. Да, но сетку целиком мы не снимаем. Вот, вот мы сетку убрали, зафиксировали, мы можем здесь, в этом месте, мы можем полоть, мы можем в этом месте, мы можем в этом месте уже и поливать нормально, все, вот, как мы сделали. А теперь дальше, сейчас приступай, никаких стрижек, никаких обрезок здесь не будет, по этой елке, на следующий счет она будет приживаться. Ну, здесь прошу обратить внимание, вот это поле перешколенное, это у нас Maygold елки, обратите внимание на приживаемость, вы видите, наши действия, когда мы делаем все по стандарту, когда мы делаем все по технологии, когда мы делаем все правильно, когда мы делаем все красиво, они гарантируют приживаемость, не только у нас, но и у наших клиентов. А пересаживаем, я вам уже сказал, где-то в школе мы, во вторую школу, это минимум 5000 единиц в год. Ну, вот, я вам показываю, вот это у нас уже одна из наших школок, вы видите, стопроцентная приживаемость, вы видите, вы видите эти замечательные сосны, это сосносортовая глаука, ни с одного из этих деревьев не была снята сетка, ни одно из этих деревьев не погибло из-за того, что с них была снята сетка. Все эти деревья живые, все эти деревья красивые, и все эти деревья еще пройдет два года, эти все деревья уедут к вам. С комом земли 90 сантиметров, с перегнившей внутри сеткой, с перегнившей внутри мешковиной, с правильно сформированной корневой системой, вот, и самое основное, они все, видите, в замечательном виде. Поэтому еще раз, не слушайте инфо-цыган, которые садят 10 деревьев в день, не слушайте тех, кто вас, тех, кто не занимается, для кого это просто, где-то любительские объемы, слушайте всегда профессионалов, тех, для кого это бизнес, тех, для кого цена каждого растения имеет значение, и цена выпада тоже дорогая. Мы прошли все, все этапы, и учились мы, и были у нас ошибки, но то, что мы делаем, это нужно делать так, как говорим мы. Ребят, а в заключение я вам скажу, что я специально приехала к Владимиру, потому что это один из самых лучших питомниководов, и если он это говорит, поверьте, это очень важно. Поэтому, ребята, давайте сажать качественно, и жить дружно. Спасибо. Спасибо.